В пятницу 14 апреля в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточности необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат работники дошкольного учреждения. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на портале образовательных услуг, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за проведения космического полумарафона, сообщает в своем телеграм-канале Департамент транспорта Самары. Ограничения будут действовать с 3 часов ночи до 14.30.15 апреля по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до Маяковского и с 6 утра до 14.30.15 апреля по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по улице Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной и по улице Лесной от Первомайской до Осипенко. С 22 часов 14 апреля до 14.30.15 числа на этих улицах будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Автобусы номер 61 и 261 будут следовать по скорректированным трассам. Горожан просят заблаговременно планировать свои поездки. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары сообщает в своем телеграм-канале, что в воскресенье 16 апреля на открытой площадке ярмарки на пересечении улиц Тухачевского и Киевской состоится День плова. Жителей и гостей города приглашают на праздник. Всех ждут викторины, конкурсы, фермерские продукты натурального производства и, конечно же, дегустация плова. В преддверии Дня космонавтики телеграм-канал Красноглинского района Самары рассказывает о тематическом музее, где представлены экспонаты космической и авиационной промышленности. Он открылся 14 апреля прошлого года на базе школы номер 165. Благодаря экспонатам музейного пространства можно окунуться в историю развития космической и авиационной промышленности от становления до современных дней.